23 марта чествуют тех, благодаря кому мы точно знаем, что будет завтра. А в смысле, какая будет погода? Дождь или снег, солнечно или пасмурно? Нужно ли брать зонт или надевать резиновые сапоги? Свой профессиональный праздник отмечают метеорологи. Причем, несмотря на дату, работники этой сферы по-прежнему на рабочем месте следят за передвижением теплых и холодных фронтов. Метеоплощадка строго ориентирована с севера на юг. И, естественно, согласно наставлению метеорологическому, все приборы расположены согласно схеме. Начальник отдела метеопрогнозов Тверского гидрометеоцентра Нона Меншакова сегодня рассказывает не о погоде, а о том, откуда берутся прогнозы. Для этого и нужны все эти приборы. Они показывают фактические метеорологические данные, которые помогают понять, каким будет завтра, ясным или пасмурным. Например, термометры. Они спрятаны в специальном боксе. Вот видите, вот это вот сухой термометр, смоченный термометр. По своченному и по сухому термометру можно определить параметры влажности. Абсолютную влажность, относительную влажность, упругость водяного пара. Также здесь смотрят температуру воздуха, атмосферное давление. Рядом измеряют уровень осадков. Задача метеоролога вручную фиксировать все данные. Но есть и автоматизированный метеорологический комплекс. Информация по температуре, влажности, удавлению, скорости, направлению ветра, она поступает на пульт непосредственно метеоролога. В 10-минутном режиме мы получаем непосредственно распределение данных метеопараметров. На сегодняшний день в Тверской области функционируют 13 метеостанций. Трудится в целом около 150 разных специалистов. Именно на метеостанции собираются все фактические метеорологические данные. Это порывы ветра, температура воздуха и многие другие. Затем уже их анализируют синоптики и могут сделать вывод о том, какая погода будет в ближайшие дни. Для точного прогноза синоптикам необходимы как раз данные, собранные метеорологами со всей России и даже Европы. Разного рода карты, как составленные вручную, так и сложные компьютерные программы. Это вот уже прогностические схемы, как же вот видите, движется, давление ли растет. Вот мы видим, что давление будет расти, гребень будет усиливаться, гребень будет усиливаться у Земли. Следующая карта нам дает распределение параметров также у Земли и на высоте 850 милибаров, то есть полутора километров, где мы видим, какая температура у нас. Надо отметить, что прогнозы погоды – это общий непрерывный труд и метеорологов, и гидрологов, и синоптиков. Самая главная их задача – это спрогнозировать опасные погодные явления – метели, ураганы, обильные осадки и другие. Эта информация крайне важна для спасателей ЖКХ энергетиков. В данном случае заранее известный неблагоприятный прогноз поможет силам как следует подготовиться и встретить непогоду во всеоружии. А потому метеослужба 24 на 7 всегда на страже погоды.